Volkswagen Touarese в нынешнем третьем поколении дебютировал два года назад и успел выйти на европейский рынок до введения современного топливного цикла WLTP в сентябре 2018 года. Поэтому паспортный расход топлива для кроссовера рассчитывался в том числе и по старому и менее приближенному к реальности лабораторному циклу NEDC. Сейчас же методичка WLTP стала действительно мировой, а Евросоюз вдобавок к статичным тестам ввел и проверку на дорогах, которые становятся обязательными одновременно с экологическим стандартным Евро-6D. Процедура называется RDE. Автомобиль с портативным газоанализатором ездит по дорогам от 1,5 до 2 часов при температуре от минус 7 до плюс 35 градусов, а максимальная скорость доходит до 160 км в час. Конечно, это более жесткие условия, чем на динамометрическом стенде. Поэтому 3 года назад, когда RDE впервые представили, результаты выбросов могли более чем в 2 раза превышать лабораторные. Но с нынешнего года выбросы по WLTP и RDE не могут отличаться более чем в 1,5 раза. Если для динамометрического стенда можно подобрать калибровки и обмануть систему, на чем 5 лет назад и попался Volkswagen, спровоцировав дизельгейт, то реальные дорожные испытания достовернее. К тому же проводят их независимые компании, вроде британский Emissions Analytic. Они-то и проверили дизельный Volkswagen Touareg на равнинах Нижней Саксонии и на холмах Баварии и Баден-Вюртенберга. По идее, 8-цилиндровому турбодизелю труднее всех уложиться в норматив по оксидам азота. Но нет, Touareg выбрасывал их по 10-20 мг на километр, то есть в 4 раза меньше, чем разрешает стандарт Евро-6. Почему это важно? Оказывается, у 8-цилиндровых моторов есть будущее. Напомним, что Евро-6 сильнее всего ударил именно по дизелям. Выбросы оксидов азота ужесточили более чем в 2 раза, хотя для бензиновых моторов планка осталась на уровне Евро-5. Автопроизводители были вынуждены внедрять систему селективной нейтрализации со впрыском мочевины и, похоже, добились успеха. Джеймс Хобдей, эксперт компании Emissions Analytics, выступая на прошлогодней конференции в Лондоне, заявил, что чистые дизели стали широко доступны, хотя и утратили доверие покупателей и городов. Независимые тесты показывают, что в реальной жизни дизели стандарта Евро-6 в сотни раз чище, чем моторы Евро-5.